Карабаха Армения оккупирует 20% международно признанной территории Азербайджана. Большая часть за пределами более несуществующей на Горно-Карабахской автономной области, там, где не было заметного армянского населения. Принимаются четыре резолюции Совета безопасности ООН, призывающие к незамедлительному и безоговорочному выводу армянских войск территории Азербайджана. Армения их игнорирует. В рамках Минской группы и других переговорных инициатив появляется множество предложений, авторы которых призывают Армению вывести войска. Идут переговоры по принципу территории в обмен на статус, то есть статус Нагорного Карабаха. Армения выводить войска отказывается. В Армении уверены, что они могут позволить себя оккупировать и удерживать чужую территорию, изгнать миллион жителей Азербайджана, и это будет продолжаться вечно. Жраер Лепаритян. Армянский историк, дипломат, советник первого президента Армении и переговорщик по Карабаху в 1991-1997 годах. Цитата. С момента перемирия международное сообщество говорило нам, что не признает независимость Карабаха. Теоретически они могли бы это сделать, если бы Азербайджан пошел на это. Но в целом Россия, Турция, Иран, США и Франция предлагали варианты, основанные на территориальной целостности Азербайджана. Это было ясно. Они говорили это нам последние 30 лет. Вторая часть. Никто в мире не ожидал, что мы будем удерживать эти 7 районов. Они всегда ожидали их возвращения, под теми или иными условиями. Одно только это уже прямое доказательство, что именно Армения несет всю ответственность за конфликт. В ходе Второй Карабахской войны Азербайджан освобождал собственную территорию от иностранной оккупации и добивался выполнения резолюции Совета безопасности ООН, которые почти 30 лет оставались на бумаге. После того, как армянский экспедиционно-оккупационный корпус был изгнан с территории Азербайджана, взором мирового сообщества открылась ужасающая картина. Более чем четверть века армянской оккупации были временем вандализма и грабежа. На оккупированных землях было разрушено и разграблено все – дома, школы, музеи, оскверненные и разрушенные мечети и кладбища. Такого исхода в Ереване не ждали и не планировали. Армения готовилась к новым захватам азербайджанских земель. И тому есть прямые доказательства. 31 марта 2019 года. Нью-Йорк. Министр обороны Армении Давид Танаян встречается с представителями армянской диаспоры США и заявляет, «Формат территорий в обмен на мир я сегодня видоизменил. На новая война – новые территории. Никаких уступок не будет. Возможно, компромиссы. Мы избавимся от этой окопной ситуации, постоянной оборонительной ситуации и увеличим количество подразделений, которые могут перекинуть боевые действия на территорию противника». Вскоре Никол Пашинян, премьер-министр Армении, подтверждает, что заявление Танаяна полностью укладывается в его, Пашиняна, политику. Что это, если не открыто декларированный курс на новую войну и захват новых территорий? 5 августа 2019 года. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправляется в оккупированный азербайджанский Карабах. Ереван организует здесь панормянские игры. Выступая на их открытии, Никол Пашинян заявляет, «Карабах – это Армения, и точка». Эта фраза, как убеждены многие, попросту разрушила переговорный процесс. Стало понятно, что Армения вообще не намерена обсуждать ничего из того, что и являлась повесткой дня переговоров и урегулирования. 12 июля 2020 года. Армения устраивает вооруженную провокацию в Тоузе, на государственной границе с Азербайджаном, в нескольких сотнях километров от Карабаха. Там, где на узком перешейке между государственной границей и водохранилищем проходят важные экспортные нефти и газопроводы. Как отметил Сергей Лавров, глава МИД России, бои спровоцировала попытка Армении продвинуться вперед, вблизи азербайджанских экспортных трубопроводов. Попытка продвинуться вперед была пресечена. 25 августа. В Армении в парламент вносится закон о создании народного ополчения. Сентябрь 2020 года. Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян вместе с группой женщин отправляется в оккупированный Карабах на военные сборы. И вот, что по этому поводу заявил уже упоминаемый Жрайр Лепаритян. Цитата. Наша администрация, администрация Тер-Петросяна, ставила на мир. А следующие администрации, особенно последние, то есть кабинет Пашиняна, поставили на войну. Следующие администрации тоже вели переговоры. Но с мыслью, если ничего не получится, вернемся к войне. И Пашинян решил, ничего не получается, и если это война, то пусть будет война, и мы победим. В Ереване рассчитывали на ремейк боевых действий начала 90-х и не сомневались в своей победе. Только в реальности Армения эту войну проиграла. Какими же методами собирались воевать в Армении? 2 июля 2020 года. Армянское издание «Фактор.ам» публикует интервью Вагаршака Арутюняна, на тот момент отставного генерала и бывшего министра обороны Армении. «Война еще не окончена. Мы должны понимать и жить с этой мыслью и оценкой». Затем Арутюнян, рассказав, какие ракеты есть на вооружении Армении, озвучивает угрозы. «Нам доступны Баку. Весь нефтяной комплекс. Наши ударные силы способны разрушить экономический потенциал Азербайджана, который сконцентрирован в трех городах – Баку, Сумгаити, Кировабаде, то есть Гянджа. Это еще может сойти за личное мнение. Но 19 августа 2020 года Вагаршак Арутюнян был назначен главным советником премьер-министра Армении. Синхронно с его назначением лидеры карабахских сепаратистов принимаются грозить Азербайджану ударами по Гянджа и плотине Мингичевирской гидроэлектростанции. Так называемый президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян пригрозил ударом по Гянджа. Министр обороны Лимон Мнацаканян обещал нанести удар по плотине Мингичевирской ГЭС. 27 сентября войска Армении начинают обстрел по всей линии фронта. С азербайджанской стороны погибшие и раненые. Уже 4 октября Армения наносит ракетный удар по Гянджа, как и обещали лидеры сепаратистов. Под обстрелом также Мингичевир с крупнейшей на Южном Кавказе гидроэлектростанцией. А вот Вагаршак Арутюнян сам рассказывает российским журналистам, что таким образом Армения намерена облегчить захват городов Азербайджана. Главный советник премьер-министра Пашиняна Вагаршак Арутюнян говорит, в случае продолжения обстрелов карабахских городов удары по позициям противника в тылу могут возобновиться. Но новой войны за новые территории не получилось. Азербайджанская армия переходит в контрнаступление и освобождает ранее оккупированные Арменией территории Азербайджана. 9 ноября Ереван подписывает капитуляцию. И то, что Армения эту войну проиграла, еще не означает, что не она несет ответственность за ее начало.